Рада Владимир Мулявин и Песняры Нерасторжимая связь, сложная и запутанная история взлетов и падений, дружбы и предательства, братства и раскола легендарного коллектива, получившего еще в далекие 70-е статус национального достояния одной из республик Советского Союза. ПЕСНЯ Сегодня эти песни уже история. Хорошее или плохое, это была жизнь, это была эпоха, какая-то часть твоего времени, моей жизни, их всех ребят жизни. Атмосфера была неповторимая, когда коллектив на высоте, на такой ощущение, как бы локомотива, что ли, который движется, она остается даже на всю жизнь. Вот эта атмосфера, которую можно назвать атмосферой братства, то есть все как одна семья. Мулявин, это такая глыба, это не музыкант, то есть это сверхчеловек, это гений, их рождаются, где, я не знаю, раз в миллион лет, наверное. Мы его не забываем никогда, по крайней мере, у меня он всегда будет вот здесь всю жизнь. В 2003 году, после автомобильной аварии, на больничной койке института имени Бурденко, забытый теми, кто был обязан ему всей своей артистической карьерой, умирал великий музыкант. Находясь в полной изоляции, он спрашивал свою жену Светлану Пенкину, а почему никого нет, почему ко мне никто не приходит? Я не смог приехать просто. У меня тогда, как получилось, понимаете, что документы, выездных документов у меня тогда не мог именно в тот момент, потому что я сдал документы и там и прочее, и прочее. Мы пытались, мы говорили, давайте пойдем, сходим, проведаем Улявина. Нам сказали, Пенкина вот этих вот людей, сказала, не пускать. Володя видеть не хочет. Неправда. Не совсем так. Это те люди, которым удобно сейчас сказать, что вот мы хотели, но нас не пускали. Они должны были круглосуточно дежурить, вот по очереди стоять в палате. Дух его уносить с собой. Белорусские народные песни Интересно, что белорусские народные песни, которые раньше даже в самой Белоруссии молодежь не знала, вдруг стали самыми горячими хитами, зазвучав совершенно по-новому в исполнении никому неизвестных музыкантов, которых собрал Владимир Мулявин. Он нашел в этих песнях свою какую-то фишку такую срубил, что вот никого такого не было. Очень яркий был, талантливый человек. На большую сцену песнеры вышли осенью 1970 года. На конкурс Москвы их отпускали неохотно. Многие считали, что своими обработками Мулявин наносит урон белорусскому фольклору. Да и внешний стиляжий вид вызывал раздражение. Глядишь, в Москве их окоротят, думало местное начальство. Зайди, Майк. Ну, кому скажу. Я приехал, да я ехал. Рычка на райсора. А приехал, а приехал, а приехал хата на подпорах. Успех был ошеломляющий. Песнеры стали лауреатами 4-го всесоюзного конкурса артистов эстрады и обладателями 2-й премии. Первую присуждать. Необычными они были во всем. Я помню, когда в этот период боролись с внешним видом исполнители. Нельзя было отращивать бороды, нельзя было отращивать длинные волосы. А вот им удавалось сохранить национальный колорит. Национальная одежда, мулявинские усы знаменитые. Усы начали носить в Беларуси, вот такие удлиненные, большие пышные усы. Благодаря мулявину он ввел эту моду. Его боготворили, ему подражали. И никто не догадывался, что знаменитый Песняр родился не в Беларуси, а очень далеко от нее, в Свердловске, в 1941 году. Отец рано оставил семью, и мать Акулина Сергеевна одна воспитывала троих детей. Он был иногда очень наивен, как ребенок. Люди, у которых сохранилась вот эта вот детская наивность, которая, ну, неподкупная, этот свет в глазах, и когда он сопровождает его по жизни, это человек просто необыкновенный. Из Свердловского музыкального училища мулявина отчислили с треском за увлечение джазом, а точнее, за преклонение перед западной музыкой. И он уезжает из Свердловска. Уезжает поездом, в ящике под вагоном. Не было денег на билет. Судьба забросила его в Калининград, в военно-морской флот, где он стал воспитоном в мореходке. Женился в 18 лет на эстрадной артистке Лидии Кармальской, выступавшей в редком оригинальном жанре – художественный свист. Мулявин играл на гитаре в аккомпанирующем ансамбле. В 61-м году у Кармальской и Мулявина родилась дочь Марина. Мама сделала отца. Она прикрывала его серьезно. Она защищала от всего, что было вне творчества. На ней было все. А на Володе была гитара и музыка. Лида намного была старше его и сформировала его как мужчину, наверняка, уже в силу этого, имея волю, ум. Две остальные не дотягивали. Но, тем не менее, они ровно так руководили им, а иногда даже больше. Мое мнение таково, что роль последней жены самая роковая оказалась. После пяти лет работы в концертных организациях Тюмени, Томска, Кемерово и Читы, в феврале 63-го года Мулявины оказались в Минске. Владимира пригласили работать гитаристом при Белорусской филармонии. Сначала жилье снимали, затем появилась первая квартира на Ленинском проспекте под номером 13. Последний адрес Мулявина в Минске, тоже дом номер 13, на улице Беды. Беда – это фамилия знаменитого летчика. Такое совпадение для многих не выглядело случайным. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Биография песняров началась в 65-м году, когда армейская служба свела пятерых музыкантов. В воле и случаях мы оказались вместе в одной роте. Мы – это я, Яшкин, Валерий и Муляин Владимир. А Месевич и Демешко, они служили в городе Минске. Местом репетиций и концертов было общее. Дом офицеров Донорусского венокрова. Играли танцы, подслушивали «Голос Америки», джазовые передачи, оттуда брали темы. И Володя был уже профессиональным аранжировщиком. Видно было, что он был лидер. После армии музыканты некоторое время работали в разных коллективах. Мулявин играл и на комвольном комбинате, и в цирке, и в филармоническом ансамбле. Это был ансамбль, который потом назывался «Орбита 67». Они аккомпанировали, я была у них солисткой. Однажды Нелли Богуславской понадобилось, чтобы кто-то из музыкантов подпел в одной из песен, которые она исполняла. И я говорю, ребят, хоть бы кто-нибудь открыл рот и спел бы мне вот эту фразу. И вдруг я услышала эту фразу, кто-то спел. Я посмотрела, я говорю, Володя, это ты? А он стоит и улыбается. Я говорю, ну-ка, давай еще разок. И он сделал это, как настоящий вокалист. Я говорю, Вовка, тебе петь надо. Воскрепят мои лапти, Как иду до тебе, А я как на тебе, Думаю, что в небе, Скажи, Ганулька, а ты правду мне, А ты любишь, мяре, а тебе? Мулявин мечтал о собственном коллективе. В 1968-м он создает ансамбль «Ля Воны». Репертуар был достаточно пестрым, да и название не очень нравилось руководству филармонии. Как они говорили, «Ля Вон» – это такой комедийный персонаж белорусского фольклора. То есть название несколько несерьезное, против Петрушки в российском фольклоре. Мы пошли с Месеевичем в библиотеку, пробежали глазами Купалу, Якова Колоса, нашли, по-моему, песняр. Ну и лучше быть не может, решили, что да, это песняры. Песняры очень обязывают. Это великое слово. Это не просто название или торговая марка. Песняры – это образ мышления, образ жизни. Это очень много. По признанию самого Мулявина, после того, как они стали песнярами, дело круто поменялось. Особенно много дали поездки по белорусской глубинке, где в наиболее чистом виде сохранился белорусский фольклор. Эти поездки перевернули его представление о народной песне. Купалинка, Купалинка, темная ночка, темная ночка, где ж твоя дочка. Леонид Борткевич до песняров был солистом самодеятельной группы «Золотые яблоки» и успешным архитектором. Я за Кульманом сижу, открывается дверь в отдел и смотрю, Мулявин. Впереди стоял стол руководителя нашего. «Леонид Борткевич, ты уже сделал свою работу? Вот тебя зовут, по-моему, очень известные люди». Больше я своей работы никогда не видел. Привез он меня в филармонию, и буквально через несколько дней после того, как меня взяли в песняры, я уже пел в колонном зале «Александр». «Мне не забыться песни той давней весны. На Муромской дорожке стояли крысы сны». Потом ребята меня качали. После трехмесячных гастролей я получил столько денег, а мы с мамочкой нищие были, она бухгалтером работала, папа-то у меня умер от ран. И я разменял еще эти деньги по трешку. На диван вот такую горочку положил, приходит мама с работы, и в ужас. Она не поверила, что можно столько денег заработать, но еще по трешку, знаете, гора такая. «Александрина, ты с песней ты взяла, Александрина, я пою, но ты была...» «Знаешь, что ты, как тебе объяснить, я не знаю, но ты совсем не думаешь, о чем ты поешь. Встряхнул головой, будто в гопакет. Леш, плохо, плохо, очень...» Мулявин и не предполагал тогда, что, став популярными, один за другим будут покидать ансамбль «Люди», для которых он так много сделал. Леш, вот так бы. Еще раз. Подожди, послушай. Нет, ну вот. Еще чуть-чуть. Еще хорошо. Ой, нормально, первая нота, это ужасно. Мы были как солдатики, вот, знаете, офицер говорит туда, направо, налево, вперед, и пошел, и все. Вроде уже там такие ноты высокие, а себя не ожидал сам. Все так здорово, нет, ему это не нравится. Плачет, 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 рыдание идет, рыдание такое. Диалог идет такой. Давай еще. Думай, думай. И потом, в конце концов, я убеждался, что он прав. Это великий учитель, великий человек, конечно. Через 10 лет Борткевич покинет великого учителя, и, женившись на знаменитой гимнастке Ольге Корбут, уедет в Америку. Вначале я с ней поездил там по миру, а потом мне это надоело, я был как муж Тетчер, в общем-то, никому не нужный. Как часто пьяннее я от светлого дня, я брел наугад по весенним протокам, и Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. На родину Борткевич возвратится в начале нового тысячелетия, к закату песняров. Я думаю, меня забыли. И Муля говорит, будешь петь березовый сок. Я спел березовый сок, стоя, публика аплодировала, и после того, как я закончил, я побежал за сцену, расплакался, ну и решил, что все, никакая не Америка, вот твое место. Он мне его указал. ПЕСНЯ Он был любимчиком у Мулявина. Ну, потом, скорее всего, что я с 76-го года, вот когда это Вологда, я бы, конечно, перехватил. Это однозначно. Пускай он там был красивше у меня, или там, нет, все равно было. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Анатолий Кашипаров Анатолий Кашипаров был солистом самодеятельного коллектива «Синие гитары». В 71-м году Мулявин услышал его в ресторане «Юбилейный» и пригласил на прослушивание. ПЕСНЯ Почему-то я раздумывал, для меня они уже были как недосягаемая планка. Я думал, просто я не справлюсь. Вот мы встретились, он говорит, почему ты не пришел, завтра к десяти, и все. И на следующий день я пришел, а через месяц уехал в Чехловакию. ПЕСНЯ Впервые песня «Вологда» композитора Бориса Макроусова прозвучала осенью 1976-го в колонном зале «Дома Союзов» на творческом вечере поэта Михаила Матусовского. После первого исполнения «Вологда» разразилась такая овация, что пришлось повторить ее на бис. А публика не унимается, и песнеры, уже переодевшись, в третий раз выходят на сцену. Кашипаров становится народным любимцем, а песня – визитной карточкой коллектива. Пройдет время, и Анатолий Кашипаров тоже покинет ансамбль. Поступления в ГИТИС, сдача экзаменов совпадали с концертной работой. Он выбрал дипломный спектакль и отказался ехать на гастроли. Месевич присылал мне телеграмму, что мы тебя уволим по статье, а я проигнорировал это дело. Все, понимаете, вот и все. Проигнорировал. И вслед за Баркевичем тоже уехал в Америку. Там Кашипаров открывает пиццерию, занимается мелким бизнесом. В 1999-м во Флориде он встречается с Мулявиным, они мечтают о новых совместных проектах, которым было не суждено осуществиться. Где резной полица... Удоль павуки ходит в ваня, И он шаукает горыхи... Песняр Владимир Николаев был родом из Вологды. Именно он уговорил Мулявина исполнить песню «Вологда», которую тот недолюбливал. Он же предложил ввести в аранжировку песни «Баян», которая до этого в подобных составах не использовался. «Баян» сделал песню почти русской народной. Владимир Николаев проработал в ансамбле больше десяти лет. Играл на клавишных инструментах, исполнял смешные мимические сценки, затем автомобильная авария, временная потеря способности передвигаться, полная нищета и забвения. Таких драматических поворотов в судьбах артистов ансамбля было немало. В конце 60-х, начале 70-х в стране шло закручивание гаек в области идеологии и искусства. Звуковым фоном времени были хорошо поставлены голоса артистов с классической манерой правильного пения. Творчество музыкантов, которые не вписывались в рамки официального застегнутого на все пуговицы парадного искусства, подвергалось унизительным разносам. За увлечение джазом Эдита Пьеха была удостоена ярлыка кабацкой певички. Борьба с шептунами у микрофона коснулась великого Марка Бернеса. Телевидение и большие концертные площадки были закрыты для Валерия Абадзинского, Владимира Высоцкого, Валерия Леонтьева. Особенно доставалось вокально-инструментальным ансамблем «Виа», возникшим под влиянием Битлз. Надзор был пристальным и жестким. На этом фоне вспыхнула и засияла звезда белорусского «Виа» с фольклорным названием «Биснеры». Добрый вечер, девчоночка, куда идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь? Добрый вечер, девчоночка, куда идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь? Песня «Биснеры» оказались первой советской группой, которая прорвалась в Соединенные Штаты Америки. Крупный американский менеджер Сид Гаррисон увидел ансамбль в Каннах на всемирной выставке продажи солистов и ансамблей, выпустивших наибольшее число пластинок в своих странах. В 1976-м он предложил коллективу помимо поездки по США контракты по всему миру. Чиновники из госконцерта откровенно намекали на необходимость заплатить за возможность выезда за рубеж. Мулявин возмутился. За творчество не плачу. Через некоторое время ансамбль все же поехал в Америку и выступал там вместе с американской группой «Нью Кристи Минстралс». Я помню, когда первый раз приехали вообще в Америку, они говорят, а вы можете вот так вот, там аккордик раз, как дали, реченька шикарная была. Когда ее в Штатах пели акапелла, они просто обалдели. Одурели или опупели. Ну, было здорово тогда. Мы тогда это могли. Это красивая мужская группа, молодая и талантлива. Песняры заслужили, чтобы им аплодировали стоя. Так оценила выступление ансамбля одна из американских газет. Восторженных откликов было великое множество. Это было первое вторжение. Поверьте, к тому времени ни один российский ансамбль так не побеждал. Да и после. Володя был первооткрывателем. Конец 70-х, начало 80-х – самый успешный период творчества песняров. Это была фантастическая популярность. Руководителя и артистов ансамбля знала в лицо вся страна. Ой, колядочки, блины ладочки, ой, люли-люли, блины ладочки. Ой, колядочки, вы кучей-кучей. Ой, люли-люли, вы кучей-кучей. Я познакомился с ансамблем «Песниры» в 1976 году. Тогда я получил предложение снять фильм к их гастролям в Америке. Они поселились в гостинице Мосфильма, в которой по стечению обстоятельств жил я. Володя Муляевна там ухаживал за своей будущей женой Пенкиной. Тогда она снималась в картине «Хождение по мукам», и обе съемочные группы жили там. Эта короткая встреча впоследствии сыграет важную роль в судьбе Мулявина. Они расстались, чтобы через три года случайно встретиться вновь. Ой, люли-люли, вы страши-краши. Директор Мосфильма, генерал милиции Николай Крофимович Сизов, посмотрев материал, сказал, вы знаете, нужно отразить народную любовь к песнярам. Мы пошли в дом моделей в Минске, нашли красивых девушек, взяли на прокат костюмы и сняли такой эпизодик, как они приезжают, выходят из автобуса, и девушки кланяются, дают хлеб, соль и так далее. А вокруг собрались простые люди, которые смотрели на нашу съемку. И стоило мне сказать, стоп, как вдруг вся эта толпа девушек, женщин, просто, значит, каких-то механизаторов, которые жили в этом году, бросилась, не снесла нашу съемочную группу, и стала их там обнимать, целовать, брать у них автографы. То есть это было истинное появление народной любви. Заповедный напев, заповедная дарь, свет крустальной зари, свет над миром стоющий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. В 1977-м Мулявин пригласил в ансамбль молодого солиста Валерия Дайнека, который раньше пел в червоной руке у Софии Ротару. Поначалу у Валерия была только одна песня, но какая Беловежская пуща Александра Пахмутовой? Когда я вышел в Новосибирске впервые петь, конечно, ощущение совершенно потрясающее. Во-первых, страх страшнейший. Дворец спорта 9000. После первого же исполнения Володя подошел, так, по плечу дружески похлопал и сказал, все, твой голос принадлежит народу. Тебе привезаю Беловежская пуща. Спустя три года в одном из ресторанов Сочи Владимир Мулявин услышал Игоря пению. Когда я попал в песню «Рыб», я понял, что Господь исполнил мою мечту, потому что я всю жизнь представлял, вот если бы я там стоял, ой, как бы я пел. И это свершилось, ну, это самые счастливые годы моей жизни. Я когда выходил и стоял с Мулявиным, у меня даже иногда мурашки по телу ушли. Я гордился, что я стою вместе на сцене с одним человеком. За время своей успешной творческой жизни песняры побывали в 60 странах мира. Нашим лидер, композер, пеплодиодистом Белорусской републики, мистер Владимир Мулявин. Владимир Мулявин, солидарь артистик, распространяющий артист Эмири ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМЯ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Им аплодировали в Латинской Америке, в Европе, в Японии и даже в Африке. И всегда в этих зарубежных поездках душой коллектива его мотором был Владимир Мулявин. Делай раз, делай два, делай три! Мы всегда, когда приезжали на море отдыхать, утром выходишь, часов в семь, полвосьмого, вот кто может быть? Только Муля может стоять на солнце и вот так загорать. Весь черный, уже высино-черный. Он очень любил море, загорать, купаться. В Белоруссии любимым местом отдыха Мулявина была деревня Лапоровичи на Минском море, где располагалась его дача. Там он периодически организовывал ленинские субботники и всегда приговаривал «Ненавижу безделье». Сейчас говорят, что она в полном запущении, чуть ли не разваливается. От прадеда успокон веков Мне засталась оспадшина Помишь своих и чужаков Я на мне лаской машинаю А в ней мне бают сказки сны Весенние проталины И лесу шелест вера сны И в полу леду опашь В 1973-м при загадочных обстоятельствах в Ялте во время очередных гастролей случайно и бессмысленно погибает любимый брат, песняр Валерий Мулявин. Существует несколько версий гибели артиста. Газеты писали, что местные отморозки проиграли одного из песняров в карты. Подвернулся Валерий. Убийство остается нераскрытым. После тяжелой болезни уходит из жизни любимая сестра Наташа. Скоропостижно скончается верный друг и единомышленник, один из самых ярких зачинателей ансамбля Валерий Яшкин. Уйдут из жизни блестящие музыканты Игорь Поливода и Анатолий Гилевич. Трагические потери преследуют внешне успешного Мулявина на протяжении всей его жизни. Не обижайте любимых упреками Бойтесь казаться любимым жестокими Очень ранимые, очень ранимые Наши любимые Очень ранимые, очень ранимые Наши любимые После 17 лет совместной жизни и рождения сына Володи Мулявин расстается со своей первой женой Лидией Кармальской. Родители расстались, вернее, мама отпустила отца. Когда мама умерла, отец сказал, что вообще таких женщин не бросают. От таких женщин не уходят. Мулявин женится во второй раз. Несмотря на рождение дочери Ольги, этот брак был недолгим. И, наконец, он обрел семейное счастье с красавицей Светланой Пенкиной. Многие считали, что союз таких ярких, неординарных людей обречен. Но рождение сына Валерия, которого Мулявин обожал, укрепила семейные узы. Мулявин доверял Пенкиной все. Решение творческих и кадровых вопросов, юридические и финансовые документы и даже право подписи. Непорядок. В одном из интервью Светлана признается, 20 лет я была Володиным помощником в ансамбле официально, а не просто как женщина-соратница. Я думаю, что он совершил большую ошибку, что полностью, в общем-то, вот эти вот все заботы перенес на плечи своей супруги. Он и свято доверял, а она, к сожалению, не совсем все правильно делала. Вот это вот можно назвать началом конца. Отпозданий мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Кому ли я очень любил? И если бы он что-то видел, он бы, конечно, восстал, потому что это не тот человек, которого можно за веревочку вести. Наверное, любил, а потом уже боялся оттаться одному. Моему сколько же говорили, Владимир Юрьевич, вы никогда не останетесь один. Вы женитесь ровно через 15 секунд. Когда он пел «Крик птицы», весь зал можно было сразу брать и везти к нему в номер всех женщин. Он просто их околдовывал. В начале 80-х песнеры выносят на суд зрителей театрализованные музыкально-поэтические композиции. «Гусляр», «Песня о доле», «Через всю войну» и «Вовесь голос» на стихи Маяковского. «Чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». Мы занялись большими форумами и забыли, что надо делать песни и популярность поддерживать. Я не хочу идти на поводу публики, я хочу публику поднимать до нашего уровня. Вот это было его кредо такое. Может быть, публика была не готова к таким песнярам. А поскольку у них там был костяк, как бы стариков, которые работали практически с самого начала, они пытались Володю увезти. Ну, к тому, что они привыкли делать. И когда стал падать интерес, когда появились в России в концертном зале свободные билеты, и у них-то что-то внутри начало разъезжаться. Начались проблемы непонимания. А ведь они жили очень дружно и очень любили друг друга. В 1981-м ансамбль покидает один из участников золотого состава – бас-гитарист и бас-вокалист Леонид Тышко. Атмосфера постепенно разрушалась. Когда много людей вокруг, крутившихся возле Муляина, напевали ему в уши, что он гений, вполне естественно, что у человека немножко меняется отношение к друзьям, к музыке, к себе. После ухода из песняров Тышко некоторое время играл в ресторане, а затем вслед за женой навсегда уехал за границу. Сейчас он живет в Израиле, работает в фармацевтическом бизнесе. По прошествии времени, я думаю, что все-таки нужно было постараться сохраниться в небольшом количестве людей и сохранить то, с чего мы начинали. С хороших, простых белорусских песен. Заболела Ты моя головонька Заболела голова Александр Демешко, попросту Шурик. Весельчак и была гурдуша ансамбля. Яркий, самобытный артист. Он играл на ударных, пел. На сцене ему была отведена роль эдакого скомороха и затейника. Из песняров ушел в 88-м. Собирался заняться продюсированием молодых исполнителей. Но тяжелая болезнь изменила его планы. Я в жизни своего отца развивала несколько периодов. Это была молодость, это было 20 лет. Это было время песняров. 20 лет было посвящено великому коллективу. И это было последнее время, которое он проживал, будем так говорить. Он его очень тяжело проходил. И чем хуже ему становилось, он начал меня понимать. Начал понимать, что я несу тяжелую ношу, что у меня нет защиты, что у меня нет папы, который стоял бы крепко на ногах. И я узнала только после его смерти, что он считал меня очень сильно и очень на меня надеялся. Распад коллектива происходил постепенно и, казалось бы, незаметно. В таких командах, которые каждый человек, где на вес золота, достаточно даже одному, какому-то, может быть, на первый взгляд, второстепенному человеку поменяться. И это уже осложняет и неизвестно конечный результат всей работы. Конечно, лучше было бы взять какой-то тайм-аут в этой гонке, потому что невозможно всю жизнь быть первым. Как могло случиться, что, боготворя своего руководителя, песниры не смогли поддержать его в период спада и неизбежных для любого коллектива неудач? Русская болезнь, так называемая, которая сначала не была заметна, когда бы мы молодые были. А потом последние лет 10, а может и более, мы работали без Володи. Гастроли, некоторые концерты, даже в России вдруг Володя не может, он болен. Мы ждали, когда он придет в себя, он приходил. Он приходил свежий, улыбающийся, всегда с шутками. Ну как ему на эту тему надо было говорить? Да ясно, что у нас все заканчивалось, и каждый раз мы надеялись, что никогда больше это не повторится. Я пришел к Мулявину, Мулявин сделал из меня человека, но когда я уходил, Мулявина уже не было. Не было ни общего языка, ни общей цели, ничего. Володя подошел ко мне в автобусе, после такой вот, такой неудачной гастроли, сел и спросил, ты, наверное, уйдешь? Я говорю, Володя, если так будет продолжаться, да. Честно, просто ему сказал, он говорит, я бы на твоем месте тоже ушел. Я ничего со мной. Я говорю, Володя, ты можешь не пить? Говорит, нет. Они решили так, что Мулявин перестал нами заниматься, а Мулявина наплевать на нас, вот у нас концертов мало, концертов у всех было мало. Кризис жанра. Началась перестройка в стране. Державный ансамбль «Песняры». «Песняры». Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, слосная куба. Песни партизан, Малая царя, молодость моя, Белоруссия. В советские времена он был обласкан властью. Как говорили у Петра Машерова, первого секретаря ЦК Компартии Белоруссии, было две любимые команды. Минская «Динамо» и «Песняры». Квартиры, машины, зарубежные поездки. Все это Мулявин пробивал для своих музыкантов в два счета. Статус государственного коллектива помогал решать многие проблемы и после развала СССР. Но времена изменились. И чиновники от культуры Новой Белоруссии вспомнили, что им давно не нравился этот уральский мужик, поднявший белорусскую песню на мировой уровень. Я думаю, что Володя много раз пожалел, что он остался государственным ансамблем. Но закреплять эту лейбу за собой, и тогда бы не было бы десяти ансамблей, тогда была бы ответственность за коллектив у него, а не у государства. Эти вещи он никогда не выносил на суд. Он держал это в себе, он переживал. Но я понимал, что у него есть проблемы с руководителями, с чиновниками здесь. «Обманите меня, но совсем навсегда, чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда, чтоб поверить обману, свободна без дум, чтоб за кем-то идти в темноте на обу. Обманите меня, обманите, пусть окутает ночь и туман. Обманите меня, обманите, и сами поверьте в обман». Драма разразилась 12 января 1998 года, в день рождения музыканта. «Мы собрались, чтобы поздравить Владимиру Георгиевичу с днем рождения. У него в офисе. Также пришел министр культуры. Помню только одно, что вот преподнес подарок Владимиру Георгиевичу на его день рождения, освобождение от должности директора, и оставить его в должности только художественного руководителя. «Ну, на него навалились не только чиновники, но и музыканты не поддержали. Вот что обидно, в трудную минуту». Должность директора предложили занять бывшему песниру и бывшему другу Мулявина Владиславу Мисевичу. Он согласился. «И как мне один из них доказывал, что они для него добро сделали, пускай он уже отдыхает, мы ему зарплату платить будем, я говорю, «Вы понимаете, что вы делаете?» «Это Мулявин. И все, чем вы пользуетесь, это Мулявин». Я говорила с Володей. «Ну, он мне сказал, «Валя, я все понимаю, но я так устала, я жить не хочу». «Валюся я, небо, вся мы простору могут нам...» «Таких нельзя было людей оставлять, понимаете? С ними надо было, чтобы обязательно кто-то был, понимаете? Кто-то был. Это люди уже не от мира сего, их надо охранять государством». Друзья и коллеги из России обратились к президенту Республики Беларусь с просьбой разобраться в сложной и запутанной ситуации. Александр Лукашенко вернул основателя коллектива на руководящий пост. «Опять Муляйна директора меня просит освободить кресло, но вместе со мной абсолютно добровольно, все остальные ушли. Вот весь конфликт». Оставшись один, Мулявин поспешно собирает новый, уже четвертый состав. «По месяц музыканты подрихтовались и вышли на сцену с самым новым составом». «Свое 30-летие ансамбль отпраздновал с опозданием на два года в 2001-м в концертном зале «Россия». И на «Аллее звезд» появилась новая звезда Владимир Мулявин «Россия» и «Россия». «Россия» и «Россия» и «Россия» «Россия» и «Россия» и «Россия» и «Россия» и «Россия» «Россия» и «Россия» и «Россия» и «Россия» Я его поцеловал, он говорит, что так слабо целуешь? Был я и нет, был я и нет Там, где сейчас гранит В здешнем краю И мой след память земли хранит Это бывает, это бывает Те, что идут за нами Улицы, улицы называют нашими именами Заповедный напев, заповедная даль Свет крустальной зари, свет над миром стоющий Мне понятна твоя вековая печаль Беловежская пуща, беловежская пуща Мне понятна твоя вековая печаль Беловежская пуща Беловежская пуща Беловежская пуща Беловежская пуща